Крейга Малинца называют крёстным отцом цифровой живописи. Почему? Он одним из первых начал рисовать на компьютере, сотрудничал с Джоном Нолом, разработчиком фотошопа, и за свою карьеру создал иллюстрации и концепт-арты к крупнейшим кино-игровым проектам. А ведь в колледже учитель говорил Малинцу, что у него нет таланта. Ходишь без костылей? Да, сержант! Ну, хоть и это ладно. Вам Иван Смирнов, и сегодня я расскажу о том, как Крейг Малинц пришёл к рисованию в цифре, в чём особенности его стиля и по каким принципам он работает. Устраивайтесь поудобнее, отложите планшет, да, не всё время же вам рисовать. Иногда можно и истории про художников послушать. Есть одна история? Погнали! Немного о жизни и карьере Малинца. Крейг родился в 1964 году в Калифорнии. И рисованием он увлёкся ещё в детстве. Но родители посчитали, что будучи художником, их сын не сможет достойно зарабатывать. Кстати, это всё ещё довольно распространённый стереотип. Тем не менее, родители посоветовали Крейгу поступить в колледж искусства и дизайна. Он учился по специальности индустриальный дизайн и даже попал на практику в компанию Хворд. В этот период Малинц впервые познакомился с цифровой графикой. Обучение давалось непросто. Один из наставников даже сказал Малинцу, что таланта у него нет, и предложил бросить рисование. Но Крейг не сдавался и благодаря постоянной практике стал рисовать намного лучше. В одном из своих интервью Крейг как раз описывал эту ситуацию. Когда он получил этот фидбэк, ну, вы можете представить, как бы вы себя почувствовали. Но он поступил следующим образом. Когда у него начались каникулы, он фигачил суперактивно в течение нескольких месяцев. И когда он пришёл на следующий учебный год, его практически не узнали в плане уровня работ. Он вырос на порядок. Да, то есть он всё взял в свои руки и просто фигачил, фигачил, фигачил. После учёбы в начале 90-х Малинц устроился в компанию по созданию спецэффектов Industrial Light & Magic. Эта работа открыла художнику дорогу в киноиндустрию и в геймдев. Кстати, напишите в комментариях, если вы знаете, какие заслуги есть у компании Industrial Light & Magic. Там же Крейг познакомился с Джоном Новым, одним из создателей фотошопа. Малинц и Нул вместе работали над концепт-артом Космическим Рейнджером и обсуждали будущее цифрового рта. За последние 30 лет сверхинтенсивной карьеры Малинц создал концепты и иллюстрации для многих популярных фильмов и видеоигр. Например, Final Fantasy, Матрица Революция, Гарри Поттер, Биошок 2, Ассасин Скрит, Fallout 3 и многих-многих других проектов. Кстати, а какие вы проекты знаете с участием Малинца? Сейчас же Малинц живет на Гавайях и работает фрилансером. А теперь самое вкусное, в чем уже заключаются особенности стиля художника? Крейг Малинц воплощает в цифровом рте принципы традиционной живописи. Его работы выглядят так, будто они выполнены маслом или акрилом. Как ему это удается? Дело в том, что Малинц изначально учился именно традиционной живописи, а уже потом применил то, что знал, к диджиталу. Можно смело сказать, что в цифровую живопись именно Крейг Малинц привнес элемент самой живописи. Стиль Малинца отличает комбинации крупных уверенных мазков с мелкими. Так работа визуально выглядит интереснее, а текстуры проработаннее. Детализация в работах Малинца выборочна. Некоторые элементы не прорисованы во всех подробностях, а только угадываются зрителям. Например, в затененных областях деталей почти не видно. Вообще, чрезмерная детализация теней – ошибка, которую, по словам Малинца, часто совершают начинающие художники. Крейг советует в первую очередь уделять внимание перспективе, работе с формой и тоном. Также в работах Малинца можно часто заметить жесткие и резкие края, смягченные за счет правильной работы с тоном. Причем край здесь – это не только контур предмета, но и граница света и тени, переходы между цветами и даже отдельные мазки кисти. Малинца тщательно прорабатывает освещение. Это позволяет управлять взглядом зрителя. Например, что в работе сразу привлекает ваше внимание? Куда взгляд движется потом? Все это является неотъемлемой и важнейшей частью композиции. В понимании Крейга стиль – это способ, которым художник разбирает мир на части и собирает воедино на холсте. Все, что нас окружает, можно выразить через форму, тон, текстуру или цвет. А как быть коммерческому художнику? Ведь его стиль должен быть гибким, чтобы подстраиваться под ожидания заказчика. Крейг говорит, меня нанимают для того, чтобы я угадал желания клиентов. Я должен изобразить то, чтобы они нарисовали сами, если бы могли. Как часто мы слышим про то, что я бы нарисовал сам, если бы мог. Так вот, Малинц уверен, что коммерческому художнику необходимо владеть базой академического рисунка и живописи. Он должен знать композицию, анатомию, цвет и тон. Чем больше практики, тем опытнее художник. Соответственно, ему будет легче попасть в тот или иной стиль, который хочет видеть заказчик. Как работает Крейг Малинц? Малинц начинает работу над новым проектом с глубокого изучения того, что он собирается нарисовать. Например, это азиатская одежда, или архитектура эпохи самураев, или, может, устройство космического корабля. В любом случае, сначала нужно провести ресерч. Если требуется нарисовать концепт-арт персонажа, Малинц придумывает и окружение тоже, чтобы привнести в рисунок элементы стерри-теллинга. Художник говорит, не будьте узко сфокусированы. Вкладывайте в работу смысл. Я могу нарисовать идеальную голову, но в ней должно быть что-то, что сделает ее интересной. При выполнении коммерческих заказов Малинц начинает работу с поиска референсов. Так, значительно проще попасть в ожидание заказчика. Например, перед созданием концепт-артов для Age of Empires Крейгу пришлось хорошенько покопаться в истории костюма и архитектуры, чтобы персонажи и окружение выглядели достоверно и аутентично. А вот для личных проектов Малинц старается использовать меньше референсов, чтобы отразить собственное видение. Здесь алгоритм обратный. Сначала художник рисует все из головы и лишь потом оглядывается на референсы. Малинц считает, что нет единственного верного подхода к использованию референсов. Копируйте фотографии, но не забывайте изучать, как выглядят предметы реальности. Референс — это лишь инструмент, которым можно пользоваться умело или не очень. С технической стороны Малинц называет свой процесс рисования довольно хаотичным. Он не придерживается одного и того же пайплайна и экспериментирует, если ему позволяет время. Крейг прорабатывает главные объекты, а все остальное рисует в свободной манере, двигаясь от простого к сложному. Малинц считает, что с развитием графических редакторов снижается выразительность и оригинальность работ современных художников. Все пользуются одинаковыми программами и делятся в интернете популярными наборами кистей и тому подобное. Клоны способны творчески мыслить. Вы увидите, что они во многом превосходят дроидов. Конечно, в этом нет ничего плохого. Малинц тоже пользуется готовыми кистями и текстурами, потому что они ускоряют работу. Однако, когда сроки позволяют, Малинц работает простой круглой кистью. По его мнению, чем проще инструмент, тем лучше он передает индивидуальность автора. Например, ручную нарисованные текстуры будут уникальными, в отличие от мазков текстурной кистью. А какие у вас любимые кисти в фотошопе? Пишите в комментариях, если, конечно, это не супер страшная тайна. Я вот, например, рисую овальной кистью. Первопроходцам цифрового арта приходилось осваивать техники и нюансы рисования в диджитале самостоятельно. Отчасти Малинц видит в этом благо. Развитие бесстороннего влияния позволяет создать оригинальный подход к рисунку. Поэтому Малинц считает, что бывает полезно иногда отключиться от интернета и соцсетей и творить без заглядки на чужие работы. Несколько советов от Крэга Малинца. Постоянно учитесь новому. Не останавливайтесь на достигнутом. Чаще рисуйте с натуры. Окружающий мир – это лучший референс и источник вдохновения для художника. Изучайте основы академического рисунка. Это крепкий фундамент для профессионального роста. Не гонись за стилем. Он приходит с опытом. Многие в начале творческого пути подражали любимым художникам. А также больше практики. Рисуй в любое свободное время. Старайся закладывать в свою работу идею вносить элементы стерри-теллинга. Не бойся экспериментировать и не сравнивай себя ни с кем. На этом все. С вами был Смирнов Иван. Если было интересно, то подписывайся на канал и ставь лайк. Ссылка на сайт с работами Малинца будет в описании. Всем спасибо. Всем пока. А ты больше круглой кистью любишь рисовать или текстурной? Субтитры сделал DimaTorzok